Добрый день! С новостями к этому часу Алия Абитова. Коротко о главных событиях дня. Добрый день! Арслан Курманбеков, погибший при борьбе с огнем в горах Алматы, посмертно награжден орденом Айбын Третьей степени. Соответствующий указ подписал глава государства. Герой представлен к награде за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Напомню, он погиб в Илья-Латауском природном парке при тушении крупного пожара. Ему было всего 28 лет. Свой трудовой путь он начал стажером в Алматинской пожарной части номер 9. С 2019 года был назначен на должность старшего пожарного спасателя пожарной части номер 7. В Экибастузе ищут мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на жителя города. Вчера около пяти часов вечера в полицию сообщили об инциденте возле медцентра по улице Жусупа. По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что двое мужчин стреляли в 32-летнего пострадавшего. Одного из преступников удалось задержать, а его соучастник смог уйти от полицейских. По неизвестным лицом из неизвестного огнестрельного оружия произвел выстрел 32-летнего жителя города Экибастуза. Мужчина с огнестрельным ранением госпитализирован в больницу. По данному факту начато досудебное расследование по статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений, и хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия. Один из подозреваемых задержан во дворе УВС. По второму лицу подозреваемого в причастности к данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержания. Брошенного младенца в коляске обнаружили в районе Бакат, близ Алматы. Видео с ребенком опубликовала нашедшая малыша семейная пара. На вид грудничку около 3-4 месяцев. Как сообщили в областном департаменте полиции, мать ребенка уже установлена. По словам женщины, она отлучилась в поисках мобильного интернета и связи. В ходе проверки данного факта на место незамедлительно был направлен наряд полиции, и вскоре мать ребенка была установлена. По факту стражами порядка в отношении матери был составлен административный протокол по статье 127, ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. С родителями проведена профилактическая беседа разъяснительного характера. В Казахстане могут пересмотреть пенсионный возраст шахтеров до конца мая. Об этом в Куларах Кабмина сообщила глава Минтруда Тамара Дюсенова. По словам министра, сейчас идет активное обсуждение этого вопроса. Напомню, ранее мажоресмены неоднократно просили снизить пенсионный возраст для работников опасных профессий. Глава Минсельхоза Ербол Карашукеев ответил на критику аграриев касательно распределения субсидий. По его словам, трудности у пользователей платформы Госагра Кейзет связаны с требованиями по космическому определению границ полей. Однако их убрали до конца этого года. Все субсидии выплачиваются должным образом, сообщил министр. Была проблема со стороны производителей, со стороны производителей минеральных удобрений. У нас по правилам получает субсидии тот, кто первый обратился по электронной очереди. К нам производители обратились, они говорят, ребята, но не все они могут предоплату внести в первую очередь. А мы производителям разрешили эту проблему, решили, что по мере поступления предоплаты, чтобы они, исходя из общей очереди, выдавали и осуществляли поставки этих удобрений. Почти 75 тысяч казахстанцев получают соцвыплаты по потере работы, сообщает Минтруда. При этом 63 тысячи граждан пополнили ряды безработных в этом году. В то же время отмечается рост вакансий на электронной бирже за счет активности сферы сельского хозяйства. В апреле там было размещено почти 86 тысяч предложений от работодателей и 73 тысячи резюме. Ведомстве напомнили, что уволенные работники получают соцвыплаты от одного месяца до полугода, в зависимости от участия в системе обязательного соцстрахования. Размер пособия составляет 45% от потерянного дохода. Многодетные семьи Бостандыкского района получили консультации и социальную помощь в центре Бахтеотбасе. Сегодня жительницы пришли на очередную встречу с представителями госорганов. Многодетные матери рассказали о своих насущных проблемах, интересовались, как назначаются выплаты в соцспособе, открыть свое дело, как получить финансирование для развития бизнеса, встать в очередь в детсады и не только. Всего в Бахтеотбасе зарегистрированы больше 2000 многодетных. В этом году в центре планируют активно привлекать и мужчин, чтобы развить институт отцовства. Мы ежемесячно организовываем такие встречи с многодетными матерями, чтобы выслушать и помочь с решением их насущных вопросов. У нас есть свой специальный чат, где мы также проводим среди них опросы, спрашиваем, какие направления для них актуальны. Сегодня вот пригласили представителей Национальной палаты предпринимателей. Видим, что очень много вопросов по бизнесу у них. Сегодняшнее мероприятие состоялось по просьбе многодетных семей Бустандыкского района. Было очень много вопросов по школам, садикам и по предпринимательству. Сотрудники социального центра намерены помочь им во взаимодействии с госорганами повысить личную мотивацию, привлечь к бизнесу и вывести из трудного положения. В Казахстане стартовало единое национальное тестирование. Сдать ЕНТ выпускники школ смогут до 5 июля. При этом дату и время учащиеся могут выбрать сами. В этом году абитуриентам дается две попытки сдать тестирование. Однако изменять профильные предметы не разрешается. На гранты высшие учебные учреждения будут претендовать те выпускники, кто набрал лучший результат. По итогам мартовского ЕНТ средний балл составил 70 баллов из 136. В нем принимали участие более 110 тысяч абитуриентов. Казахстанка Елена Рыбакина вошла в пятерку сильнейших теннисисток мира. Подняться на пятую ступень мирового рейтинга нашей спортсменке удалось благодаря победе над чешской теннисисткой Маркетой Вандраушевой. Поединок в 1-8 финала мастерства время длился больше часа и завершился в два сета с одинаковым счетом 6-3-6-3. Официальное подтверждение нового статуса ожидается после завершения итальянского турнира. Следует отметить, что при удачном стечении обстоятельств Рыбакина может подняться и на четвертую строчку женского мирового рейтинга. Теперь за выход в полуфинальную стадию соревнований Елена сразится с победителем пары Игорь Швентек из Польши и Донны Векичи из Хорватии. Это все новости к данному часу. Более подробнее о событиях дня смотрите в итоговом выпуске новостей в 19.30. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok